Сегодня был день, когда я ничего не делал. Давай, оденем майку. Давай футболку одень. Где резинки? Давай резинку неси. Второй день с дочерью, я ее собираю, мою, чищу с ней зубы, и сейчас мы едем в садик. Ты чего там лежишь? Где резинка у тебя? А другой нет? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ты видишь себя тебе нравится с папой жить а с мамой а с кем лучше с папой лимовой с малышкой папа ругается на тебя как вот так за что потому что не спишь и я ругаюсь сильно ты плачешь когда ты плакал последний раз я плохой папа да а папа тебя любит и он плохой а доминика папа любит как сильно в садике на меня ругаются за то что я якобы безответственный родитель а мне просто лень немножко покупать всякие штуки нужно купить форму для дочери какие-то бумаги нужно постоянно заполнять это разрешение согласия и куча всякой ерунды так это неохота делать просто я не знаю у кого так сказать друзья я ни разу ни разу своих влогах не говорил подпишись на меня позвони там в колокольчик поставить уведомления и смотри мои влоги вот сейчас это говорю у нас придет повар взял дочери макарошки без глютена кстати я противник глютена и батат я вообще не люблю ходить за продуктами честно говоря прямо просто не вывариваю эту историю поэтому жду сейчас доставку сегодня приходит серёга будет готовить нам у меня сегодня такой день тюленя я сейчас только проснулся и ничего не делал в начале я поработал немного но часа три и все и просто ничего не делал никаких дел сегодня нет я специально все убрал чтобы сегодня лежать и расслабляться так сказать потому что впереди очень сильно интересные месяца пойдут у нас в работе собрал жене еду тут мяско салатик который серёга приготовил тут супчик сейчас выпью моей любови я пью кстати сразу по два стика не растягиваю в течение дня после еды просто но обычно до еды сейчас после еды и короче не сильно парюсь но это прям любовь на века на века для тех кто будет пить биатюн разрезайте вверх потому что когда вы отрываете вы можете быть все в нем круче это очень ужасно особенно когда ты отдел новую кофту которую купил в дубае ой сегодня партия просто кайф она прям просто очень сильно сладкой но это связано с тем кстати прямо интересно за счет того что продукт живой его очень сложно стабилизировать таким образом что он всегда был одинаковый по этой из партии к партии всегда но вкус разный он бывает кислее бывает слаще но сегодня просто как шоколад вообще просто бомба привез жене еду я бы хотел поговорить с вами более подробно про отдых и насколько сильно это важно для вашей личной продуктивности потому что многие этому моменту не уделяют особого внимания а я работаю с огромным количеством людей часто встречаю момент такой что люди боятся отдохнуть и ничего не делать сегодня когда я утром проснулся я кстати очень сильно чутки к своему организму я понял что сегодня не хочу делать ничего появилась легкая лень апатия местами даже какая-то депрессия и это связано просто с банальной перетренированностью усталостью организма банальных рутинных дел от того что ты очень много чего-то делаешь от большого количества планов целей потому что всегда отличаясь своей повышенной продуктивностью у большинства людей боясь того что они не могут в неделе выбрать один день и вообще ничего не делать но чем это чревато это чревато тем что пройдет месяц 2 возможно 3 когда ты выдержишь в таком темпе и в один момент твой организм откажет он просто сломается и ты выпадешь из всего рабочего процесса на неделю две три возможно и все твои результаты которых ты достигнешь они просто откатятся в нулину поэтому моя рекомендация всегда выбирать какой-то один день когда ты просто восстанавливаешься это не значит что сегодня никому не отвечал или ничего не делал я даже провел сегодня небольшой зум но я не напрягался сегодня от слова совсем сегодня у меня был день когда я не тренировался сегодня у меня был день когда я ничего не делал лежал днем спал ел съездил к своей второй уже дочери нет непривычно так это говорить съездил к жене в роддом посмотрел сегодня обучение и ну и просто расслаблялся восстанавливался и старался ни о чем не думать хоть это сделать и сложно для чего я это делаю если мы говорим про спорт и сколько бы я спортом не занимался каких соревнований я не выступал будь то бодибилдинг будь то триатлон будь то борьба всегда перед любыми соревнованиями перед сильным рывком делается хороший отдых всегда когда у меня был айрон-мен в люксембурге за день ты ничего не делаешь ты отъедаешься восстанавливаешь и спишь когда у нас был чемпионат россии по бодибилдингу мы ничего не делали это день когда ты просто лежишь отдыхаешь, восстанавливаешься. Это очень важно. И у меня сейчас впереди идет очень большой рывок. У нас сейчас впереди стартует наш проект, который мы будем активно вести. У меня на него очень большие планы. И я понимаю, что если сейчас я не накоплю свой заряд энергии, если я сейчас не восстановлюсь, то я не смогу его полноценно продуктивно отвести. Да, это очень важно. Если вы не будете делать отдых, вы не будете продуктивными никогда. Но есть один важный момент. Большинство людей уходят в некую такую прокрастинацию на длительный срок, когда отдых затягивается не на один день, а на два, три, бывает неделю. И это превращается уже не в отдых, а в какой-то паразитарный образ жизни. Поэтому моя рекомендация делать отдых запланированным. Да, сегодня у меня этого не получилось. Сегодня мне даже влог было лень снимать, честно скажу. Мне было неохота этого делать. Сегодня это был спонтанный отдых. Обычно я это делаю в какой-нибудь выходной день. Например, это суббота или воскресенье. Это день семьи, отдыха. Я играю в компьютерные игры, расслабляя мозг. Сегодня это произошло случайно. Я просто проснулся и понял, что мне нужно организм восстановить. Твой аккумулятор, твоя батареечка, она разрядилась. Понимаете? Ее нужно вставить в зарядку и зарядить. И это важно. А если ты будешь всегда ее изматывать до нуля и не заряжать, то что будет? Ничего. Поэтому моя рекомендация всем, друзья. Планируйте свой отдых и делайте полноценный день только для себя. И этот день не для кого другого. Да, вы можете быть с семьей, да, вы можете быть с детьми, но если вы и там устаете, то вы будете всегда измотаны и ни о каком достижении результата и цели быть не может. Поэтому просто запланированный отдых раз в неделю, когда этот день чисто для вас.